Здарова, ребята! Apple выпускает третью бета-версию iOS 17.1. Давайте посмотрим, что в ней нового. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, там самые быстро оперативные новости из мира Apple, ссылочка в описании. Размер этой прошивки составляет 482 мегабайта на iPhone XS. У вас может быть как больше, так и меньше. Все, естественно, зависит от того, какое у вас устройство и с какой версии iOS вы переходите на третью бету. Помимо этой бета-версии, Apple выпустила также третью бета-версию для iPadOS 17.1, WatchOS 10.1, MacOS 14.1, ну и также финальной версии для iOS 16.7.1 и iPadOS 16.7.1. Номер сборки этой версии 21B5066A и как раз-таки буква А означает то, что релиз-кандидат совсем близок, а как мы знаем, что после релиз-кандидата уходит уже финальная версия. Поэтому я думаю, что скорее всего финальная версия iOS 17.1 выйдет в ближайшие недели. В этой бета-версии была поправлена проблема касаемо iPhone 12 на территории Франции, которые излучали больше вредных радиочастот, чем положено. На сайте Apple есть вся нужная информация и вот здесь внизу как раз-таки написано, что именно iOS 17.1 решает эту проблему. Так что если вы живете во Франции и у вас iPhone 12, то бегом обновляться на эту бета-версию. В этой бета-версии также было кое-что добавлено для iPhone 15 Pro касаемо кнопки Action Button. Когда телефон находится у вас в кармане и вы совершенно случайно нажимаете на кнопку Action Button, то у вас не сразу будет выполняться то действие, которое вы на него установили. Скорее всего это связано с тем, что есть ложные срабатывания. Например, когда у вас телефон лежит в кармане и вы просто нажимаете кнопки, от нечего делать, то бывает такое, что запускается то или иное действие. Например, какое-то приложение, либо в тот же самый фонарик. И в этой бета-версии Apple сделала следующим образом. Она просто добавила немножко больше времени для активации как раз-таки этой Action Button. И это все связано с датчиками. То есть если у вас в кармане телефон лежит, соответственно темно, то Action Button срабатывает и не сразу. Вот такой вот интересный и хитрый ход. Если вы зайдете в приложение Watch и заходите добавить себе новые часы, то вот эта вот заставочка у нас с вами обновлена до WatchOS 10. Здесь, соответственно, изображены Apple Watch Ultra 2, ну и WatchOS 10, новый циферблат. Если мы с вами зайдем в релиз Note, то увидим, что в этой версии была поправлена проблема с Cinematic Mode на iPhone 15 и 15 Pro. Более стабильная стала работа Apple Watch под управлением WatchOS 10 с iOS 17.1. Также здесь описываются баги, которые были в прошлой версии. Ну и, как я уже сказал, iPhone 12 во Франции. Теперь после этого обновления можно использовать спокойно. Он будет излучать меньше вредных частот. В плане производительности третья бета-версия никак не поменялась. Она ведет себя на том же уровне, что и вообще в целом iOS 17. Так что здесь никаких изменений как худшую, так и в лучшую сторону нет. Все работает достаточно стабильно и плавно. Также сделал тесты Geekbench в сингл-коре 1079. В прошлой бета-версии было 1119. Чуть-чуть, по идее, производительность упала. Ну и в мультикоре было в прошлой бета-версии 2409, а стало 288. Если отталкиваться исключительно из-за этих цифр, то, наверное, это очень грустно, что когда ты обновляешь на более свежую бетку, у тебя падает производительность. Но по факту я не заметил вообще никакой разницы. Ну и аккумулятор тоже не претерпел никаких серьезных изменений. Все работает точно так же, как и на предыдущей бета-версии. Здесь, собственно, наверное, чудо ждать не стоит. Хотя у всех все по-разному. Кто-то мне говорит, что стало лучше. Я считаю, что вообще ничего не изменилось по сравнению с iOS 16.7. Да, там хорошо держит, неплохо аккумулятор. Но вот что касается iOS 17.1, здесь, на мой взгляд, любая бета держит аккумулятор плюс-минус одинаково. Ну, конечно же, все зависит от исключительно настройки вашего телефона и состояния аккумулятора. Если у вас сейчас установлена любая бета-версия iOS 17, то тоже можете обновиться. Здесь, в принципе, ничего интересного такого нет. Обычная новая бета-версия с какими-то мелкими исправлениями. А вот если вы сидите на финальной iOS 17.03 или на релизной iOS 16.7.1 и так далее, то лучше дождитесь финала iOS 17.1, который выйдет, как я уже сказал в начале видео, совсем скоро. Вот такая вот у нас с вами iOS 17.1 бета-3. В принципе, ничего интересного нет. Интересно будет все-таки поставить iOS 17.1 финальную версию, когда она выйдет, и посмотреть, как ведет себя устройство в плане аккумулятора. Почему-то мне очень интересен этот вопрос. Ну, а вы, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, также на телеграм-канал, не забываем подписываться. Я буду с вами прощаться. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok